Всем привет, с вами Надежда Чёрная, и сегодня у нас новая история под названием Отель Атлантида. Блин, как я люблю вайвы вот этих странных отелей. Можно раскрутить просто так и превратить историю просто в изюминку. Очень интересно, как здесь будет. По сеттингу у нас драма, научная фантастика и роман. Ну, а я напоминаю вам, что у меня есть бусти и телеграм-канал, в котором мы обсуждаем визуальные новеллы, где я буду рада вас видеть. Также не забудьте нажать подписаться и поставить лайк этому видео. Я стараюсь для вас. Что же, не будем тянуть. Поехали! Ты уже знаешь, как меня зовут, да? Нет, такое не забывается. Неотступная душевная боль пленит мое сердце и по сей день. Боль, что подобно безликому призраку, который ходит за тобой повсюду, напоминает об ошибках, о невозвратности времени и горьком, щемящем чувстве упущения. 1990 год. Тихий портовый город Чарлстон. Скудя на события, жизнь в Южной Каролине протекает тихо и неторопливо. Юную журналистку Адель Примроуз, казалось, прельщала такая размеренная и спокойная жизнь. Но все рушится в один миг. Свадьба лучшей подруги на другом конце земного шара, путешествие в таинственный отель Атлантида, знакомство с его жителями и создателем Дональдом Рэндом. Миряда событий утягивают героиню в бездну собственного отчаяния, а внезапное бедствие пробуждает ее начать опасное расследование. Какая угроза ждет ее за золотыми барельефами отеля? Кто такой Дональд Рэнд? И почему все жители прибывают в странном беспамятстве? Ну, это нам и предстоит узнать. Давайте. Другой друг, прежде чем начнется твой путь в истории отель Атлантида, тебе необходимо выбрать образ для главной героини. Первая глава, счастливый билет. В нашем гардеробе ты можешь купить безлимитное количество одежды и причесок. Меняй их на свое усмотрение в течение всех серий. Европеодный тип. Монголоидный тип. Экваториальный тип. Мне первым понравился. Как бы так подводит. Каноничная Адель. Любимица Фортуны. Вау. Любимица Ученого. Мисс Континентальность. Плавность Линий. Шикарные Локоны. Ариэль. Русалочий Хвост. Слушайте, мне понравился первый вариант, да? Каноничная Адель. Такая, немножко с волнистыми волосами. Это неплохой вариант. И с длинными. Ну, давайте, да, может. Эти длинные, да, выберем. И мне понравился вот этот вариант. И вот следующий. Роковая искусительница. Любимица Фортуны. Ну, я уже приобрела вот этот. Любимица Фортуны. Чему мне понравилась? Необычная юбка. Такая вот какая-то изюминка. Да, в целом такой ненормальный вайп. 1990 год. Май, Чарлстен и Южная Каролина. Догадались, кого зарисована? Крис Эванс, который играл еще Капитан Америку. Ну, самая известная, наверное, его роль. Следя за ленивым движением минутной стрелки, я в красках представила, как закатываю истерику продавцу и, гордо задрав нос, покидаю поле брани. И, как смотрю, его глаза полны удивления. Мисс? Введите имя так. Адель, Адель. Так, у нас 90-е, 90-е. Вот, пытаюсь вспомнить, что такое категоричное в 90-е. Какие, может быть, известные имена были. Знаете, пришло мне на ум, короче, Кристина Агилера. То есть, Кристина, наверное, слишком длинная. Давайте сократим до Крис. Да? В принципе, мне кажется, нормально. Крис прекрасное имя, оставляем его, да. А, мисс Крис, что вы такого говорите? Да, как вы можете, вы же... Весь спектр возмущения и непонимания плескался бы в его глазах, ведь впервые за все время я нашла, что сказать этому невежде, который каждый раз тянул заказом и грубил. Так, если тут грубят, зачем сюда вообще ходить? Близости нету, наверное, кофейню, возможно. Или город небольшой и, знаете, там, на район буквально одна кофейня. Я бросила взгляд на продавца. Ну и я к ней такую подваливаю, мол, Монемуазель Аревуар, не почтите своим вниманием одинокого волка. Она мне говорит, что никогда не видела такого красивого мужчины, представляете? Да я отвечаю, она вообще не вкатила. Да я отвечаю, он вообще не вкатил. И типа после этого я ему еще что-то должен? Да пошел уже. Проезд театрально замахнулся моим пакетом перед лицом баристы, словно тяшил собственную значимость. Смотрите, возле прилавка стоит серая мышка, и она ничего не скажет мне на то, что вот уже 10 минут я отрисую ее заказ. Так, ну мы оделись не как серая мышка, если что. Отели, шматели. Говорю это, ну, послал его в пеше. Его история была такая бредовая. Ну, бред же, скажите. Чушь собачья. Молодой человек. Мой заказ. Че-то там в морях обитает, летает по облакам. Или небу. Не помню, какую-то фигню он сморозил. Мой заказ. Вы что, издеваетесь? Прошла еще секунда, и он с елейной улыбкой подлетел ко мне. Будто только заметил. Ой, точно. А вот и он. Как я мог про вас забыть? Напомнили бы пораньше. Столько прождали. Типа вину скидывать себе, да? Так, я напоминала. Только вы меня слышать не хотели. Не понял. Ведете вы себя высокомерно. Так, понятнее? Я повторила липкую улыбку моего обидчика и развернулась. Ау-у-у, заказ. Несколько раз моргнув, будто проверяя та ли это реальность, я подняла глаза на продавца. Тут въелся в меня своим колючим взглядом. Так, подождите. Это, то есть, разговор в голове, который не озвучился, да? Как часто у вас такое бывает? То. Заказ. Я тут жду, вообще-то. Да, спасибо. Мои слова слетели с губ весьма неубедительно, судя по высокомерной ухмылке продавца, когда тот отдавал мне пакет. Ага. Удушающее чувство стыда сдавило мое горло. Я украдкой посмотрела на работников за прилавком. Те с нескрываемым интересом выжидали, какой финт на сей раз выкинет их сотрудник. И какая реакция будет у меня. А что ты сегодня... Спасибо. Еще раз. Всего вам доброго. Как слинять, да? Не желая быть частью очередной шутки, я лишь успела широко растянуть рот в подобии улыбки. Поворачиваясь к выходу, я зацепил взглядом за стрелку часов, висящих на стене. Боже мой, опаздываю. Под аккомпанемент дверного колокольчика я вылетела из булочной быстрее, чем олимпийский чемпион по спринту. Блин, красиво, да? Так спокойненько. Войбово, так скажем. Уже я через несколько минут я в спешке пересекала вымощенные мозаичными узорами чарсовские улочки и придумывала апологию, которую буду произносить перед Синди за свое опоздание. Часто. Небольшой колониальный городишко, который может похвастаться парочкой плантаций и церковью. Он пропитался соленым воздухом Атлантического океана и ароматами выпечки жителям Чалстана. Чужда суета. Поэтому здесь не происходит чего-то выдающегося или страшного. Ну, так это плюс. И этим Чалстан умил моему сердцу. Наверное, для кого-то жизнь, черда приключений и долгожданных свершений. Для меня же качество жизни заключается в стабильности. Я не чешу свое эго иллюзиями и радуюсь однообразному стилю. Ну, да, кому-то такая жизнь по душе. Это тоже нормально. Нос защекотал густой аромат смолы. Из-за нетронутого хвойного леса выдавался шпиль церкви. Тень его потихоньку увлекала блестящие домики. Наслышав мельтешащие шаги, я успела еще раз глубоко вдохнуть и напомнить само себе, что нужно извиниться за опоздание. Ну, наконец-то, чего так долго? Мы чина обнялись, хлопнув друг друга по спине. Дурацкая виноватая улыбка украсила мою физиономию. Извини, я опоздала. Очень старалась успеть, но забыла про время. А еще заказ долго выдавали. А еще короче, много чего. То есть ты стой. Проходи, а все остальное за столом обсудим. Мы с Томасом наготовили тут еды. Остынет все. Покушать мы любим. Я послушно перешагнула порог и отдала пакет в руки Синди. О, это мне? Блин, горая с ее эмоции. Блин, тут вторая еще такая же. Вам, прости еще раз за опоздание. Ай, да брось извиняться. У меня, кстати, для тебя тоже кое-что есть. Скажем так, прекрасненькие новости. Какие новости? За столом все расскажу, а теперь марш умыть руки. Как мамочка прям. Закончив со всеми надлежащими процедурами, я проследовала к столу, возле которого хлопотала Синди. так, что за новости у тебя? Приветствую, Крис. Так, это брат, отец, кто, кто это? Хозяин дома участливо вклинился в нашу беседу, поставив на стол тарелку с огромной пиццей. Привет, Томас. Ну, вряд ли отец служить. Этот статный брюнет с прекрасными манерами и учтивостью являлся женихом моей лучшей подруги. А, то есть, я вообще не угадала. Он эталон вежливости и храбрости. Она душа компании и девушка с большим сердцем. За все время моего знакомства с Томасом я ни разу не видела, чтобы он обидел Синди или кричал на нее. Ну, и на этом спасибо. И, собственно, за это мне и нравился. Он адекватный и семьянин. Наверное. Ну, я так полагала. Я так полагала с мысли. Так или иначе, в наше время такие мужчины редкость. Поэтому мне оставалось лишь радоваться за Синди. Хотя только ревность временами накрывала меня. Мы уже начали думать, что случилось что-то. Ты обычно не опаздываешь. Ага, точно, точно. Дай угадаю. Опять этот булочник. Она мотнула головой в сторону пакета. Да, больше не пойду к нему. Это был последний раз. Вот бы язык его отсох. Может, жалобу написать в соответствующие инстанции. Разумная мысль. но может мы для начала присядем? Угу, точно. Через некоторое время мы уже доедали пиццу, оставляя на по сути жирные треугольные разводы. Так, что с тем мужчиной, Крис? Он тебе грубил? Нужно жалобу написать. Жалобу! Да, наверное. Блин. Я насадила маслину на зубчик вилки и отправила в рот. Я не хочу, чтобы тебя обижали и Томас не хочет. Крис, ты только скажи, мы поможем тебе? Абсолютно точно. Давайте просто смеем тему. Я махнула рукой над опустевшей тарелкой. Но, Крис, как Синди? Ладно. Как у тебя дела? В издательстве. Именно там. Ну, что же мне сказать? Сказать правду соврать? Ну, если это ее прямо подруга подруга, то, я думаю, лучше сказать правду. Правильно. Сказать правду. Кажется, меня уволят. Упс. Что? Почему? Не знаю, мне это кажется. Я думаю, что недостаточно стараюсь, да и в целом не дотягиваю до уровня других сотрудников. Ну, либо у нее слишком заниженная самооценка, либо у нее наоборот какое-то предчувствие. Иногда вот ты чувствуешь, что что-то должно случиться, или пойти не так на работе, или вообще в жизни. бывает такое. Либо просто заниженная самооценка. Как бы два варианта. Посмотрим. А что говорит начальство? Ничего. Я опустила взволнованный взгляд к скатерти, говоря пальцами хлебной крошки подле тарелки. То есть как это? Это хорошо или плохо? Не знаю, думаю им все равно. Но ведь не увольняют, это всего лишь твои домыслы. Да, начальство молчит и не ругает себя, может там все заняты сейчас? Послушайте, я более чем уверена, что они между собой обсуждают меня и то, как я плохо выполняю свою работу. Может быть мне может быть тебе не стоит себя накручивать? Я себя не накручиваю? Еще как? Вот так, вилкой, как итальянцы накручивают свои спагетти? Синди скорчил насмешливую рожицу, заполняя мою задумчивую черепную коробку порцией дофамина. ты умница и мы знаем это. Пусть будет по-твоему. Обсудив за ужином несущественные темы, я вдруг вспомнила о прекрасной новости, которую Синди забыла мне рассказать. Мне кажется, она специально оставила ее, так скажем, на десерт. Кстати, Синди, по поводу новостей. Я оживленно посмотрела на подругу, то встрепенулась, видимо, мои слова пропутили ее замшелую память. Ах, это... Она как-то резко встала со стула, отчего тот чуть бы не отправился в полет. Томас схватил его и вернул в горизонтальное положение. Спасибо, Томас, тут такое дело. В общем... Санта Наци повторила я за подругой, но та охнула, как будто и пришла в голову радостная мысль. Но сначала хочу поговорить вот об этом. О чем об этом? Крис, ты поедешь с нами в отель? Что? В отель, ну, отдых, развлечения, спа, процедуры и другая увеселительная программа. Если бы у меня такое было, я бы был бы суперменом. Я тоже хочу, чтобы меня так позвали. Но зачем? У меня ведь стажиров заканчивается через две недели. Я шумно выдохнула через ноздри. Данное обстоятельство ничуть не успокоило мое трепешущее сердце. Это просто отель или как здоровительный комплекс? Я думаю, что оба варианта подойдут. Пансионат? Синди растянула губы в широкой улыбке. Мне же отчего-то был не до конца понятен ее замысел. Если задаешь вопросы, то ты без памяти минут согласна. Я права? Так ведь? Ты поедешь с нами, Крис? А это мой следующий вопрос. Зачем там я? Ну, понимаешь, вы же не ради меня это затеяли. Тут 50 на 50. То есть и так, и так. Хотя может и 60 на 40. Темнеет, темнеет. что ты имеешь ввиду? Та заговорила поспешно, но с толикой робости. Ее пальцы механически разглаживали и без того гладко сходят. Надо было сказать тебе раньше, но умолчала. Понимаешь, думала, что нужно подождать, чтобы подготовить тебя. Подготовить к чему? Я вопрошающе посмотрела на Томаса. Тот пожал плечами, как бы говоря, что сам не понимает. К чему, Синди? У груди сперл дыхание. Мой голос, словно тихий шелест, растворился под стучащими остол пальцем Синди. Я выхожу замуж. Томас сделал мне предложение. Что? Я немного боялась тебе говорить, так как ты точно такого не одобрила бы. Но я очень люблю Томаса, а он меня. А свадьба будет в отеле. Он необычный, поэтому вот так, в общем, вышло. Свадьба? Да? Да? Мой лицо вдруг превратилось в какую-то дурацкую гребасу. И уже давно. Я дернула уголками губ, попыталась улыбнуться. Ты не рада? Что? Нет, конечно же. Само собой, я рада, Синди. Просто понимаешь, все это так неожиданно, но я правда в восторге. твое счастье мое счастье. Проговорила я и потянулась через стол к Синди, чтобы обняться. Ой, запачкаемся же. Я успела схватить ее за рукой и перехнуть в том же жесте, который обычно сулит крепкие объятия. Взглядом проследив за моей рукой, Синди широко улыбнулась. Мы сели обратно, Томас молчал, я поглядывала на Синди и неловко улыбалась. Все это было так странно, так удивительно и неловко, хотя с чего бы взяться такой неловкости и нелепости. Томас, а ты чего молчишь? Да я очень смущен, ты так все выпалила, как из пулемета, даже меня не предупредила. Уверен, что Крис смущена не меньше. Крис, о, Крис, да брось, ты ведь не смущаешься, я тебя не обидела. Я не, я просто боялась, что ты расстроишься, все ведь хорошо. Разумеется, я не расстроилась, да из чего бы, ты моя лучшая подруга, я не могу не радоваться за тебя. Трепетным голосом огласила я, а после облокотилась на стул и развела руками, пытаясь подобиться расслабленного человеку. Это же такое событие, новая ячейка общества, семья, теперь все будет по-другому, и это здорово. В подтверждение собственных слов я энергично закивала головой. Семья, дети, я буду приходить к вам со сладостями и играть с вашими малышами. наперед уже. Только не переборщи со сладостями, обещаю. Вторая попытка улыбнуться была воспринята лучше. Синдия расцвела, словно тубероза и щеки ее прозовели. Подруга залилась задорным звонким смехом и вряд ли она слышала бешеный стук моего сердца, пробивающего себя путь из груди. Ты ведь поедешь с нами в отель? Не оставишь меня одну? Не оставлю, поеду. Честненько, причестненько, самая честненькая из всех причестненьких. Опа, 3 июня. Я неохотно попрощалась с Чарлстонтом. Было на душе предчувствие чего-то тягостного и неизведанного. А неизвестность всегда страшит весь, и ты не знаешь чего именно от нее ожидать. Хорошего или дурного. Каждое наше решение открывает новую дверь, за пору которой рано или поздно придется бесстрашно ступить. И вот одним широким жестом я избавилась от тихой жизни, вознамерившись бросить вызов собственным страхам. Но Синди была куда смелее меня. Рабрость и вера в лучшее давно стали главными чертами ее характера. Она была подобна неиссякаемому свету яркой звезды, которая дает веру в прекрасное будущее. Ух ты ж. Как же это круто! Я никогда раньше не летала на вертолетах. Жаль, только окон нет. Я оглядела кабину вертолета и лишь пожала плечами. Да и ну их окна эти. Ну неужели не хочется посмотреть на красоту за бортом? На такой высоте холод жуткий и давление высокое. Что страшно? А ты как думаешь? Расшипел он в ответ на широкую улыбку своей невесты. И ну какой-то богатенький да у нее? С такими разговорами мне становится душно. И несмотря на старания Синди завуалировать обиду под сарказм ее интонации просвечивали обиженные нотки. Я подумала что нужно чем-то заполнить неловкую паузу пока она не переросла во что-то более неприятное. А мне вот интересно. Длинные ресницы Синди взлетели вверх и взгляд ярких глаз обратился к моему лицу. Как часто как часто что не требовалось обладать даром предвидения чтобы понять ход мысли Синди ее хитрые блестящие глаза были прекрасно речи любых слов. Как часто падают вертолеты я об этом хотела спросить? Она говорила осторожно наблюдая за реакцией жениха. Томас посмотрел над нас из-под лобья и сдержала приклеенную намертво равнодушную физиономию. Да сюда бы газеты с новостными сводками. Тоже подхватила я не забывая о напускном серьезном тоне Угусь а ты знаешь обычно в новостях говорят о самолетах а вертолеты как же странно странно определенно ну хватит вам блин шишукаются пугают жениха тут Бермудский треугольник а исчезновение самолетов хватит или случай с Биди Купером забрал деньги выпрыгнул из самолета и след простыл помнишь? как такое забыть? конечно помню а ты бы спрыгнул с деньгами блин это вот вайб моих разговоров точно шути что ли ну что конечно спрыгнула бы вот давайте на этом мы остановимся прошу его слова прозвучали безапелляционно Синди послушно кивнула головой жестом завязав себе губы но пауза продлилась недолго и подруга с прищером посмотрела на нас вас не посещают странные мысли как наваждение которое заставляет тебе сделать что-то дурное Синди нет Крис если честно то в подобных ситуациях мне в голову лезут самые неприятные исходы едешь в машине и представляешь как случилась бы авария и твои останки отскребали бы от стекла да или свисающие из карниза дома сосульки зимой послушайте блин они сейчас его доведут сейчас свадьбы не будет да сколько же можно в самом деле мы ведь в вертолете это безусловно безопасно но может не нужно обсуждать такие фантазии а что-то не так вот ведь продолжайте измываться а я пока кстати а где здесь ремни так 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 что-то я их не нахожу да кстати я их тоже нигде не вижу кажется кажется что здесь их никогда и не было сдерживая широкую улыбку Синти послала Томасу удивленный взгляд Томас напротив криво усмехнулся он знал любовь своей невесты к розыгрышам и дурацким шуткам вот дошутитесь он потряс перед нами пальцем а у меня в голове всплыла аналогия с вареной сосиской я сдержалась мешок но Томас заметил это и посмотрел с укором видимо воспринял на свой счет дошутитесь и будете сами отель исследовать а я вам никаких экскурсий не проведу ну ладно тебе все прости больше так не будем договорились а Том вспомнив о значении слова совесть я все же сбавила градус собственных шуток да больше никаких шалостей вообще никаких по вторникам и субботам шалости разрешаются не забирая мои веселые деньки Синди приподнялась к креслам вознамерившись пересесть к Томасу и похоже обнять его но тот выставил руку вперед и заторотурил договорились ты только сиди не вставай мало ли центр тяжести поменяется или еще чего ох я бы сказала но уже пообещала не шутить Крис может обсудим твою будущую статью или книгу ты ведь будешь ее писать кстати Томас ты представляешь Крис пишет мемуары о себе и о своей жизни будет вести их до самой старости чтобы потом все прочитать мемуары и сколько уже написано пока что первая глава там кстати много меня ну так да вообще это я ей предложила а Крис согласилась расскажешь Крис это скорее хобби делаю пометки немного рассказываю о жизни ох чего ты приуменьшаешь у нее там все так сочно описано запомните слова великой Синди Крис прославится с этой книгой а я буду ее крутым менеджером и ты про отель будешь писать скорее всего это же значимые события дальние путешествия и свадьба подруги вот именно что за тупый вопрос это ну так что Крис обсудим твою рукопись нет я опас эта ночь в Чарстане была бессонной хочу чтобы перед отелем хочу хотя бы перед отелем подремать и привести мысли в порядок сладких снов мои любимые подруженьки оставшееся время в полете я посвятила благим минутам полудрема спустя пару часов вертолет приземлился на небольшую площадку как-то он странно да про отель сказал и про отель будешь писать солнечные лучи стоило с ветилу шагнуть зенит наверняка затерялись частоколе могучих не успев откашляться от поднявшейся пыли Синди озарила нас лучезарной улыбкой как в сказке добро пожаловать в отель Атлантида мы обернулись перед нами стояла молодая девушка и буквально просканировав взглядом ее форму я заключила что она сотрудница отеля мое имя Хизар как я могу к вам обращаться я Синди это моя подруга Крис и жених Томас у вас тут так здорово мисс Синди мисс Крис и мистер Томас позвольте сопроводить вас до стойки регистрации пожалуйста следуйте за мной стойте у нас вещи в вертолете об этом позаботиться а ладно не отставайте пожалуйста пока я следовала за остальными вдоль высочайших деревьев то подметила что совсем не чувствовал запахов леса пряный терпкий аромат хвойных мокрой травы и пожухлых листьев наверное нос забит этой пылью очень странно хотя вот в начале автор подметил что мы чувствовали запах хвои хвойного леса который в городе у нас был а тут не чувствуем странно конечно можно было списать что пока летели там с вертолета там что-нибудь забилось или что-то еще но все равно очень странно интересно почему отель построили именно в лесу о чем задумалась да так все это так необычно я знаю да сейчас заселимся в номера и можно будет сходить погулять по лесу давай только недалеко от отеля простите мою бестакность но жильцы не выходят за пределы отеля а в каком смысле лес очень густой его территория практически не освещается это может быть очень опасно поэтому любые виды прогулок возле отеля запрещены слушайте очень странно потому что можно хотя бы какой-то кусочек окраины возле отеля было как-то облагородить на свет сделать чтобы постояльцы действительно гуляли что-то очень странно а почему бы не поставить фонарики ну вот как возле этой тропинки по которой мы сейчас идем за интересованный разговор я рефлекторно проследовал взглядом за ее пальцем указывающим на те самые маленькие фонарики их ножки терялись неухоженные траве и щебни а свечение привлекало мошек те беспечно стукались о стеклянную поверхность скамеечки поставить щебнем посыпать тропинки дорогая думаю что Дональд Рент владелец отеля а не леса и облагораживать он должен отель стоит ли мне вмешаться слушайте ну это очень странно очень странно я бы конечно все таки подругу поддержала потому что действительно правильно говорить что им стоит буквально какую-то часть сделать никто не говорит естественно на большой лес взять какую-то часть рядом поддержать синди давайте хочешь узнать лидера лучше посмотри на его окружение лес часть отеля вот именно да и я же не говорю про фонарные столбы за миллионы километров от отеля нет ну просто вот рядышком поставить и свежий воздух всем идет на пользу ладно ладно я позорно капитулирую ох уж эти подруги хе-хе хе-хе мы на месте стойно напротив широких дверей я чувствовала волнение в поисках вывески и ради оценки масштаба отеля мы синди синхронно задрали голову но из-за тумана и еловых ветвей здание буквально сливалось в симбиозе с лесом вау ничего себе я даже не могу представить размеры этого отеля ну уже дамы не толпимся ухода рассуждать о масштабах будете внутри томас открыл дверь и склонился в театральном реверансе божечки крис погнали синди залетела внутрь как вылетевшая из бутылки пробка от шампанского я же опешила на пороге яркий свет и запах терпкого кофе ударили по всем моим рецепторам смелее крис я сделала шаг вперед и позади тут же захлопнулась дверь ловушка томас обошел меня и направился к стойке регистрации возле которой уже мельтешила синди мизер поравнялась со мной желаю продуктивно провести время до встречи спасибо я спасибо мельтеш 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 вау полосальная статуя золотого атланта располагалась центре зала его руки упирались в потолок высокой высотой примерно в пятиэтажный дом без сомнения это сердце отеля игра гордость владельца бессменный атлант смирал меня грозным непостижимым взглядом ввергнув немое восхищение а у его ног расположился круглый и милый фонтанчик на бортике которого сидели постояльцы невероятно я рассматривал этажи лучащийся ослепительной роскошью и таинством каждый уровень являл собой различные архитектурные стили арт-декор не а классицизм множество дверей и арок со всех сторон были выделены барельефной живописью у к этому это все дорого интересно что скрывается за этими дверьми правильный вопрос издает служить и красиво подойдя к лифту я смотрел свою сумочку на наличие ручки и блокнота было бы неплохо сделать пометки для будущей статьи написать об отеле набраться смелости и расспросить постояльцев взять интервью работников для отдельной колонки в газете может еще и дональда рэнда возьму интервью ну да как же а назову статью так самая трусливая недожурналистка берет интервью у самого богатого и успешного человека в америке ну жизнь непредсказуемая вероятность его встретиться действительно взять интервью есть поэтому не исключаем варианта но не успела и сделать пометки в блокноте как у меня влетела девушка да с такой силой что вся канцелярия отлетела на несколько метров упс я тебя не убила хотела нет я в порядке девушка притянула мне упавший блокнот и ручку это радует я experience но лучше просто sp я поспешно засунул блокнот с ручкой обратно в сумку и протянула руку рис experience руку улыбалась изящный стан короткая стрижка из могла кожа выглядели выделяли ее среди большинства поставить софателя сложно было не заметить красоту этой девушки я хотел сделать ей комплимент но потом передумала не хотел показаться слишком навязчивый и интересное имя я его запомню да это у тебя необычными рука из из паранс была холодной но мягкой она быстро прервала наши рукопожатие указав пальцем на стату атланта видела да и интересно он сделано золото или это все-таки поталь что то лято хотя они на забей и новенькая недавно сюда приехала смутившись и не найдя нужных слов я коротко кивнула ей и звонка рассмеялась видимо она находила забавность этого вопроса и предвиделась что ответ будет нелепым а мои уши и щеки воспылали еще пуще ладно мне пробежать еще встретимся крис я бы хотел поболтать с тобой буду рада знакомству ой разговору ну договорились тогда да ну пока пока я смущенно оглянулась вокруг себя и облегченно вздохнула кажется никому не было дела до меня и моего багрового лица тем лучше с багажом мысли о грядущем дне я быстро йоркнула в лифт и внимание привлекла приборная панель с золотыми кнопками внизу которых расположились текстовые обозначения что там вау как удобно куда бы отправиться я отправлюсь казино слушайте но если вариант с казино значит там что-то интересное правда давайте отправиться казино люди приходят в казино за удачей а уходят с речь за разочарованием и долгами посмотрю одним глазком и побегу к номеру синди я ступила за порог кабины лифта с единственным намеченным курсом посмотреть все рожка роскошь казино и сразу же потерпела неудачу наткнувшись на табличку установленную прямо под центру коридора работе со уборка помещения пожалуйста приходите пуще потрясающе ну и зачем ты мне тут пусть преграждаешь а мой риторический вопрос прозвучал так возмущенно будто был адресован не куску дерева а работнику отеля превосходно стоит хотя бы оглядеться раз уж мне доступен только коридор осмотреть коридор осмотреть вход казино давайте может быть осмотреть вход казино знаете там это одним глазком мой взгляд зацепился за музаичный пол большая часть которого была покрыта барханной ковровой дорожкой парочка роскошных вас по обе стороны коридора кофейный столик зеркало и пожалуй самая важная часть всего интерьера янтарная дверь периметру ее украшали лепестки и ветвистые лозы по всей видимости это был главный вход казино точно как и хотела посмотреть на казино казино одним глазком оказавшись наедине с пустым коридором я бросил взгляд на кофейный столик осмотреть только давайте может там что-то улика пустая ваза брошюра отеля и все конец и инвентаризация может что-то внизу на полу хотя постойте о листовка оглядевшись я с интересом подошла к столику и осторожно словно цены экспонант взяла в руки кулачок бумаги на ней была изображена девушка она стояла на сцене под софитами а глаза ее были полны печали и скорби сверху как я догадалась было написано имя христиана а ну почти почти вау вот это просто богиня христиана хилата крыса крыши на новый сурян внизу листовки не оказалось ничего кроме одного слова написанного крупными буквами убийца что за бред решив сохранить находку я сложила листовка и стунула в карман а затем направилась к лифту разорванный плакат все предметы ты можешь посмотреть любой момент своем инвентаре ну круто какие-то предметы могут дать тебе подсказку или дополнительную информацию пора возвращаться сиди наверное уже ждет с кем-нибудь толкнем сне возле номера меня ожидала синди она энергично покачалась на пятках прижимая груди какой-то странный серый пакет заслышав мои шаги и синди с улыбкой замахала рукой ура ты вернулась извини я не сильно опоздала долго ты тут стоишь минутки две да скорее открывай посмотрим номер вот же шибутная открываю я открываю и я открыла базовый номер номер люкс слушайте а я думала все таки зависит от удачи какой мой номер выбрали но по номерам давайте номер люкс может шокуем конечно хотелось бы посмотреть до номер и выбрать сравнить офигеть только посмотри гриз распахнув дверь я растерялась на несколько мгновений воображение мой номер представлял из себя нечто приземленное что-то простое неброское но за вкусом кровать несколько вешалок небольшой столик но я промахнулась практически по всем пунктам тихая композиция исполненная на фортепиано релась из маленькой колонки заботливо оставленный на круглом столике огромных нет исполинских размеров кровать шелковые шафрановые занавески и большая люстра искрящиеся переливами света фрустали потрясающе в а то а я тебя говорила говорила ведь правда классненько да у живые цветы и понюхай крис так вкусно пахнет у кого вот это шкаф да это целая гардеробная смотри крис тут мы все втроем можем поместиться я не успевала реагировать на слова синди поэтому мне оставалось лишь молча мотать головой что нему восхищения крис а я говорила говорила что будет круто ему восхищение да я все еще скользила взглядом по интерьеру комнаты не знаешь за что зацепиться конкретно то есть ухватиться абсолютно за все аккуратно застеленную кровать кристальный графин с вензелями и мастеральный пейзаж выполнена акварелью номер радовал не только зрением но и обоняния воздухе витал аромат туберозы с нотками чего-то легкого неуловимого м крис я тут это показать хочу и что она помолчала затем отвернулась зашуршав пакетом указать вот тебе уход смотри судя по трясущимся плечам сиди никак не отдавался пакет луч нет сама не справлюсь плачешь то ли я напряженно выдохнула через нос уперта синди и митчелл еще одна черта характера прекрасно гармонирующая жизнерадостью и добротой поразительно как все это могло вмещаться в одном маленьком человеке ага смотри она развернулась к моей удивленной физиономии прикладывая белоснежное платье к телу даму гадали свадебное платье как у красивая тома завидел нет ты первая не хочу чтобы то увидел его до свадьбы могу и оставить его у тебя блин мне кажется с платьем что-то случится что-нибудь необъяснимое так вот конечно а примерить не хочешь и час ага да 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 еще раз до синди визжат восторга скрылась в ванной а я тем временем прикрыла за нами двери и принялась раскладывать вещи через несколько минут она вышла ко мне ну вот блин а я думал какую-то пышная синди она невероятная но лица синди отразилась легкая улыбка взгляды и движения и были рубкими нерешительными переживаешь очень губы синди дрогнули а в взгляде появилась невысказанная печаль выражение ее лица никак не сочеталась торжественностью момента что тебя тревожит ты не хочешь сейчас рассказывать не знаю не знаю что не хочешь или не знаю как это выразить словами блин может какая-то чувака знаете на что-то плохое давай присядем для начала я опустилась на край кровати и синди и заняла место рядом не забыв при этом распрямить от собой сатиновую ткань не переживай мы отпарим платье если она помнется я не переживаю просто нажал одной ладони другую уже взглядом по полу просто как-то грустненько все выходит свадьбы из-за нее да нет же крис тогда я не понимаю синди возвела глаза к потолку и быстро заморгала ее алые щеки покрылись пятнами а губы сжались узкую полоску просто мне так жаль что родителей не будет и что все так вышло с ними эта ругань бессмыслица строились в этот момент мне показалось что весь мир затих я не смогла найти нужных слов о синди и не ждала что их скажу какое то время мы молча смотрели куда-то под ноги боясь разбить эту хрупкую атмосферу я так сильно люблю томаса не хочу его потерять конечно я знаю это не хочу потерять тебя ближе у меня никого нет что-то но исчезалость груди а в горле образовался ком я никуда не убегу уже столько всего пережили ты помнишь и части не задрожали и голос скакал подобно резиному мячику знаю и помню и все помню не был радоваться сейчас и танцевать от счастья но порою я словно задыхаюсь горло сдавливает от мысли что делаю что-то неправильно ошибки это тоже часть пути кризну ты ведь сама знаешь как легко об этом размышлять и давать советы и вот это вот все знаю легко ли сталкиваться с этим просто ли все это принять перебороть как то в себе вот это я об этом же я не могу я просто не получается что если мои действия и не мои вовсе что если я делаю что-то не так блин мне кажется она ну на эмоциях прям сильных все как-то свалилась в один момент тогда ты должна сесть и подумать чего хочешь именно ты послушать свое сердце синди она не обманет мне хочется чувствовать свободу независимость понимаешь но я боюсь понимаю и еще знаю что свобода ничего не стоит если ты боишься ошибаться решение никогда не дается легко ты ведь знаешь это нормально что ты боишься и переживаешь и что мне прикажешь делать просто поступить так как хочется тебе не брать в голову то что наплели тебе родители забыть про их отношениях браку жить и вопреки синди резко повернула голову мою сторону какое-то время она не сводила с меня тяжелого взгляда а после вымучена улыбнулась ты права буду стараться я должна но не во вред себе нет конечно же нет ни в коем случае в каком-то отчаянном жести я осватил ее руку не хотел закричать о том как сильно я дорожу ей как сильно люблю ее и что всегда готова поддержать но почему-то я не смогла вымолвить и слова галки губ дернулись в какой-то нелепой улыбке сиди накрыла мою руку своей спасибо крис без тебя весь мир был бы тусклым а мой без тебя на этот раз она улыбнулась теплее и не было больше на ее лице этой плены морального истощения но все равно и чувство что синди что-то тяготит что-то что она не готова обсуждать со мной мне кажется какие-то может темные дела у ее жениха знаете она может не все может принять интересно будет ли туре развилка то что возможно что-то случится и подруга наоборот не выйдет замуж за своего жениха тоже интересно и что-то тяготит и она не готова обсуждать это со мной ну я пойду мне бы тоже не помешало разобрать вещи дома заждался меня конечно я хочу посидеть на скелетном будущей статьи расскажешь потом а кстати сегодня званый ужин будет предлагаешь нам туда сходить конечно же мы просто обязаны туда сходить вдруг увидим или услышим что-то интерес договорились тогда до вечерочка люблю тебя моя глупенькая подружечка а я тебя моя умная подружечка синди подарила мне свою фирменную широкую улыбку и закрыла с собой дверь чуть позднее я синди и томас направились в обеденный зал из коридора мы вышли полукруглое помещение помещение ослепляющие искрящим искрящимся хрусталем люст и белым мрамором стен мы пришли в угол и такие нарядные я кстати да не поняла почему они переделись я ожидала что столь изысканный зал будет заполнен богатыми гостями акулами бизнеса их высокомерными спутницами но никаких не пожилых женщин путающиеся в шерстяных накидках и их кавалерах одетых столь же просто помимо них в зале присутствовали девушки одеты красиво но не последнему слову мода и их образы портила чрезмерное количество украшений ну типа бескусица далека они будто хотели показать всем что имели за душой как последний раз я тихо выдохнула от облегчения нахождение в окружении успешных и богатых снова стало бы настоящим испытанием мы заняли столик возле сцены отсюда открывался лучший вид на весь зал он мне кажется представление будет стой шикарные христиан и как думаю я не воздражала лишь опасалась что если начнется какое-то представление на небольшой сцене то столик вместе с нами снесет толпа зевак желающие получше рассмотреть действо вечер наполнялся звуками тихие и неспешные беседы шаги стоящих туда-сюда официантов предлагающих оператив многие гости отвечали отказом вероятно проголодавшиеся и не нуждавшиеся в дополнительной стимуляции аппетита рис ау ау прием хьюстон а правда круто здесь роскошно давайте да здесь очень роскошно это скудно разве я просто до сих пор не верю что мы здесь не осознала для меня это все еще что-то за гранью фантастики а я начинаю привыкать уже чувствую себя такой вот важной дамой дамой мадамой ты ей не переставала быть ни на минуту на сказанное лишь улыбнулась и пожалуй плечами лучше расскажите мне про отель аж тут и на меня смотришь это вон там у нас экскурсовод томас боюсь что все информации не хотите за вечер отвечу только на один вопрос что же мне спросить кто такой дональд аренд расскажи о работе в отеле расскажи про отель слушайте давайте какую-то общую информацию знаю да расскажи про отель расскажи мне про отель томас но я знаю что здесь вкусно кормят и все бесплатненько далеко не все сидя ну всякие завтраки обеды и ужины посещение театра с по комплексу с турецкими банями тут даже магазин есть тогда мне стоит спросить чего в отеле нет думаю зоопарка у вас зоопарка точно нет все про счет если зоопарка тут наверное посетители тоже покрывают такие убытки если практически все бесплатно мне кажется вот что-то подпольные тайны и вот что-то дональд аренд и покрывает логично же но какая ему от этого выгода хороший вопросе кстати а ведь действительно какая выгода ну сюда не каждый может попасть только избранные скажем он заботится о людях который находится чрезвычайно тяжелом положении а выгода когда слушайте да я сам не знаю но я думаю что с его деньгами этот отель ему не приносят больших убытков сколько же у него денег может он и нам немножечко цепи да синдика детливо повелась его плечом и хитро улыбнулась чтобы это он абсолютно точно поделится а я так уж и быть поделюсь с вами такая еда что же это была полезная информация я могу задать тебе еще несколько вопросов томас когда у тебя будет время конечно все что знаем буду рад рассказать уходом он смотрите гости курили со своих мест и как я и опасалась приблизились к сцене нам тоже пришлось стать к сожалению мой небольшой рост наградил меня любованием чужих спин не того кто выступая сейчас на сцене какой чудесный вырез на платье счастью окружающие не могли слышать мои полные саркастические саркастических ноток мысли пока я пыталась пройтись на все ближе к сцене неподалеку я услышал голос мужчины который звучало пленительно и неторопливо это он дональд рэнд такое не пропущу набравшись наглости я протиснулась между парой пожилых женщин затем отодвинула в сторону локоть молодого мужчины причитая себе поднос извините простите я редкий гость на публичных мероприятиях поскольку все свое время уделяют развитию этого прекрасного места отель атлантида это воплощение моих смелых идей ставших его фундаментом приятный баритон дональда рэнда привлекал внимание это место много значит для меня и надеюсь что ваше время препровождения в отеле не будет чем-то или кем-то простите посылаю я виноватую физиономию слушателю и наконец добираюсь до кромки сцены если вы столкнетесь с какими-то неудобствами то обращайтесь хизар она отвечает за порядок в отеле в немом восхищении я смотрела на автора всех этих слов ровная статная осанка аристократические черты лица и тонкие губы с тенью легкой улыбки спокойный уверенный взгляд расслабленная поза его нельзя было назвать красавчиком но он с легкостью мог завладеть вниманием любого присутствующего доста чтимые дамы и господа на ваш покорный слуга вынужден откланяться не отказывайте себе в удовольствии и наслаждайтесь сегодняшним вечером по залу прокатились громкие аплодисменты и дональд скинул сотрудникам у сцены и начал спускаться по лестнице краем глаза я уловила какое-то движение справа и спустя мгновение осознала что это синди синди митчелл твою ж чертыхнувшись я понеслась вперед за подругой синди какую глупость ты задумала нагнать подругу получилось лишь когда она поскочила к ренду и начала что-то восторженно лепетать дональд спокойно смотрел на синди его лицо ничего не выражала краем глаза я заметила спешащего к невесте этого так много слышала вы потрясающий столько сделали людей я восхищение я мягко но настойчиво потянула подругу за руку здравствуйте прошу прощения за доставленные неудобства мистера взгляд мужчины переместился на меня милая пойдем возникший рядом томас приобнял сидит за спину и мягко подтолкнул сторону на лице хозяина отеля появилась доброжелательная улыбка такая молодая леди не способна доставить мне дискомфорт только удовольствие и радость от общения как вы сказали вас зовут лицо синди загорелась детским восторгом синди митчелл сэр а это моя подруга крис прим рос и мой жених томас янг он у вас работал раньше работал в отеле значит что-то знает точно пришлось приложить невероятное усилие чтобы сохранять вежливую полулыбку и виноватый взгляд мисс митчелл вы невероятно легкий на подъем буду рад познакомиться поближе с вами и вашими очаровательными компаньонами но позднее а сейчас с вашего позволения я должен идти рэнд кивнул нам и ушел в сопровождение двух сотрудников отеля синди завороженно смотрела ему вслед дорогая сделай одолжение не делай так больше рис последи за ней мне надо отойти все еще напряженный томас скрылся в толпе тоже подозрительно отчитать синди восхитить за поступком не не хочу отчитывать давайте восхитимся поступком твоей смелости может лев позавидовать он нас пригласил на встречу я больше удивлена тому что мы познакомились с ним лично уж если приехали сюда то будем отрываться по полной а я этот кутеж полностью разделяю синди нисколько не смутил ее поступок она лучезарно улыбалась мне и щебетала о том как что говорила ей не так давно я жить полной жизнью слушать свое сердце я имел ввиду немного другое а если разница конечно это же ух сидя ну не смотри так на меня ты меня не подловила я знаю что ты не не сможешь ответить это торжествующий взгляд добрый вечер врываюсь незнакомец это фаворит обернувшись через плечо перед моими глазами предстали черные пуговицы и такого же цвета пиджак я запрыгнула голову и некрасиво сощурилась на один глаз теперь же мне отчетливо был виден хозяин этих пуговиц и пиджака рост обозначившегося перед перед нами мужчина был как мне показалось что-то около шести с половиной фунтов ну короче шкаф очередной черные как смоль волосы аккуратно зачесаны назад контрастировали с выразительными бледно-голубыми глазами пухлые губы незнакомца растянулись в улыбке на правой щеке появилась маленькая ямочка ох добрый вечер так подругу уже занята если че синди незаметно дернула меня за руку добрый вечер я сделал шаг назад и сжала руки в кулаки не представляю о чем нужно говорить подобных случаях благо думать об этом продолжительное время не пришлось не могли бы вы показать мне где здесь бар все еще не могу сориентироваться на местности приехал недавно принципе как мы конечно мы с подругой вам с радостью поможем выездить давно и сегодня приехали ой то есть прилетели вот как но мы с подругой изучили карту отеля и примерно знаем где и что находится это ты ли серьезно синди я выжила из себя доброжелательную улыбку ну незнакомиться никак не отреагировала меня выходит мне повезло что я подошел именно к вам а почему не подойти к сотрудникам отеля или это все-таки подкат конечно вы вытянули счастливый билет мистера простите мне мою неучтивость меня зовут кайлан джеральд кайлан знакомьтесь моя подруга крис прим роуз а я сиди митчел ледяной взгляд глупый глаз прокатился по всей длине моего тела лишь на темновенье пока сиди представляла меня кайлану губы растянутые в улыбке и дрогнули но я решила промолчать чтобы не ляпнуть что-то что заставит краснеть крис знает карту лучше остальных у нее хорошая память и нет там крис быстрее как там его стенде дёрнула меня за руку сиди митчелл я продолжил улыбаться синди кивнул головой я убью тебя она словно считываем а это вид импульсы растянула губы несколько маньячный широкой улыбки как там его крис то топографические да у самая ну в общем мистера виджеральд вы можете на нас положиться надеюсь что поберегись какой-то парень блин он мне напоминает пацана с фильмы дети шпионов незнакомец стремительно влетел в кайлона едва не лишив нашего знакомого вертикальной позиции молодой человек осторожнее на брошенную деликатность синди он невозмутимо отряхнулся здрасте цветочки пришло ваше удобрение юшкин нагло ухмыльнувшись он положил руку на плечу кайлона и помедлив поднял на него многозначительный взгляд вот ты вы где вот вы где мрачный тяжелый взор кайлона скользнул по руке незнакомца к его лицу не к добру это вы кажется ошиблись синди адресовал его мягкий сочувствующий взгляд а затем над моим ухом проскользнул знакомый шобот я согласно кивнула не отрывая взгляд от этой несуразной сцены но не успел сделать и шага как лицу парня изменилась словно он понял что-то недоступным простому обывателю он медленно и некрасиво скривился затем истошно завопил моя нога нога он схватился за ногу и театрально закатил глаза голубоглазый смесенник вздернул одну бровь я думаю у кого не заказывал представление говорит может вам врача позвать нога ногу свело на морщившийся лоб парня вмиг разгладился а брови удивленно взметнулись вверх он медленно отпустил ногу и помедлив с разворота зарядил кулаком лицо нашего спутника моей голове принеслась глупая мысль что парень попал прямо в цель от удара кайлон запрокинул голову назад и схватился за переносицу багряные струйки крови просочились сквозь его пальцы и отпечатались пятнами на рубашке ты шум разводят господи охрана да за что не нужно никого вызывать человек ударили хайлон вы в порядке хайлон безучастно махнул рукой все нормально каждый день такое бывает у вас кровь как девка с презрением бросил значинчик конфликта толпе людей заметил охрану разойтись вот так спасибо тут мне на что смотреть представление окончено назовите себя молодой человек хайлон фицджеральд макушка фицджеральда возвышалась над редеющими волосами охранника но блюстителя порядка это не смутило он по-хамски завел его руки за спину скрипив кисти наручника почему его схватили ему же в лицо ударили и ну он же не виноват имя и фамилия почему вы у него нормально спрашивали у меня с пренебрежением не буду я отвечать добрение сопротивляется наручники его и в картер потом разговориться да ты себя в наручные этого самого руки убери руки убери говорю щупы но весьма бодрый энергичный парень выглядел недовольным он производил впечатление человека беспечного лишенного чувства такта но не обаяние когда их увели из зала синтез с конфужина посмотрела на меня что вообще было хороший вопрос конец или так как вам принципе мне понравилось мне нравится вот этот коннект нас и наши подруги вот прям вот реально смешно местами их вот эти вот я уже привыкла к этим их выражением лиц комичным и по уже конкретно эта история читается уже просто смешно насчет жениха и отеля у меня куча вопросов естественно но надеюсь нам уже в следующей серии постепенно что-то покажут расскажут все-таки этот какой-то элемент детектива блин это круто вот это интересненько единственная для меня история как-то дорогая очень очень сложно мне копить алмазы честно вот но может быть разработчики на это обратят внимание и что-то поменяют ну принципе ждем но я говорю всем спасибо кто досмотрел до этого момента я напоминаю что у меня есть бусти и телеграм-канал в котором мы обсуждаем визуальные новеллы разные причем даже напоминаю что меня можно поддержать о qr-коду или внизу в описании ну а я вам говорю до скорых встреч до новых серий а